Вами Аллаха, Милостиво, Милосердного! Я приветствую вас из Тегерана, в Тегеране 16 часов и 31 минута. В начале нашей программы в эфир выйдет информационный выпуск. Оставайтесь с нами. Рухани правительство США угрожает Совету управляющих МАГАТЭ и Совбезу ООН. Зариф, Иран и Турция имеют тесные связи в различных областях. Муссави утверждения Генсека ООН соответствуют заговору США. Ильхан Умар, полиция Миннеаполиса, неисправима. На Таняху на оккупированных голландских высотах в Сирии будет построен Сионесский квартал в честь Трампа. Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани назвал отмену оружейного эмбарго против Тегерана одним из достижений ядерного соглашения СВПД и сказал, что правительство Соединенных Штатов Америки угрожает Совету управляющих МАГАТЭ и Совету безопасности ООН. Хасан Рухани в воскресенье выступая на заседании правительства, оказав на деструктивное действие Америки на фоне воздействия на МАГАТЭ и Совет безопасности, он подчеркнул, что другие страны знают, какой будет реакция Ирана, если американцы попытаются сорвать достижения СВПД. Рухани выразил надежду, что все страны-участницы Совета безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ отнесутся предельно внимательно к заговорам США в этой связи. Продолжение президента, рано указав на просьбу Тегерана к МВФ на получение кредита, добавил, МВФ должен противостоять давлению Америки и быть привержен своим обязательствам. С приближением даты отмены оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций против Ирана 18 октября 2020 года, что является частью резолюции Совета безопасности ООН за номером 2231, американцы усилили свои происки с целью не допустить отмены оружейного эмбарго. Несмотря на то, что правительство США 8 мая 2018 года, нарушив резолюцию Совета безопасности ООН, 2231 официально вышло из ядерной сделки с Ираном, оно по-новому интерпретируя эту резолюцию утверждает, будто согласно пунктам указанной резолюции Америка по-прежнему считается одним из участников СВПД и в этой связи имеет право воспользоваться механизмами, указанными в СВПД, в частности, механизмом разрешения споров. Министр иностранных дел Исламской республики Иран Мухаммаджавад Зариф по прибытию в Турцию сказал, Тегеран и Анкара имеют тесные связи в различных областях. Мухаммаджавад Зариф в воскресенье во главе делегации прибыл в Турцию для проведения встреч с официальными лицами страны и обсуждения двусторонних отношений и международных вопросов. Зариф, ссылаясь на телефонные переговоры между президентами, министрами и должностными лицами совместной комиссии Ирана и Турции в последнем месяце напомнил, отношения между Тегераном и Анкарой являются тесными в разных областях и есть необходимость в постоянных консультациях, которые не были проведены по причине эпидемии коронавируса. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, целью поездки является обсуждение двусторонних вопросов и переговоры по возобновлению экономических связей и сотрудничества в области энергетики, а также региональных проблем. После двухдневного визита в Турцию глава Мидерана отправится в Москву, чтобы обсудить с министром иностранных дел о России последнее событие о международных и региональных отношениях, а также развитие отношений между Тегераном и Москвой. Это второй зарубежный визит министра иностранных дел Ирана после его визита в Сирию, Турцию и Россию после относительного крушения первой волны коронавируса. Презекретарь МИД Исламской республики Иран Аббас Мусави заметил, что новый доклад генерального секретаря ООН об иранском происхождении ракет, поразивших объекты саудовско-нефтяной компании «Арамка», соответствует новому заговору Вашингтона. Сэд Аббас Мусави заявил на пресс-конференции понедельник, что нет никаких доказательств того, что ракеты были иранского происхождения. Генеральный секретарь ООН испытывает давление со стороны ряда, держав и просто зачитывает подготовленные ими ничем не обоснованные доклады, подчеркнув, что Соединенные Штаты взяли в заложники ООН и Международные институты для своих собственных целей. Мусави посоветовал государствам членам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ быть реалистами и основываться на заслуживающих доверия документах, в том числе на позитивном сотрудничестве Исламской республики Иран с агентством о недомыслах и претензиях США и сионистского режима Израиля. Официальный представитель МИД Ирана, комментируя также попытки США перенаправить иранское досье в Совет Безопасности со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН, заметил утверждение США об Иране незаконной и отвергаются все государства члены Совета Безопасности. Он знает об этом. Мусави отметил при этом, что Россия и Китай считают претензии США неконституционными и противоречащими резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Комментируя также санкции США против судей Международного уголовного суда, официальный представитель МИД Ирана заявил, что американцы стремятся к международному анархизму и нарушают мировой общественный порядок. Президент России Владимир Путин прокомментировал события в Соединенных Штатах Америки, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти афроамериканца после грубого ареста полиции. Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то, а на места губернаторы отвечают, что пошел подальше. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в Соединенных Штатах Америки, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. «Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», подчеркнул Песков. Массовые беспорядки начались в десятках городов Соединенных Штатов Америки после смерти в Миннеаполисе штат Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста полиции. А выступления против полицейского произвола, в частности, происходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индиаполисе, Бостоне и Детройте. «Вы знаете, я очень так аккуратно стараюсь комментировать, или лучше вообще не комментировать, что происходит в других странах, в том числе в Соединенных Штатах. Но вы правы, безусловно, то, что произошло, это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле, это же мы давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность». Ну, повторяю это, они там пускай сами разбираются. А что сегодня происходит? Ну, вообще-то говорит о проблемах. Вещи, связанные с борьбой с коронавирусом, они высветили и такие общие проблемы в этой стране. Ну, смотрите, вот мы говорим о том, что при определенных издержках, при проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и было. А в Штатах так не происходит. Это в том числе система управляемости. Ведь у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководители регионов. Я сомневаюсь, чтобы кто-то взял и у нас где-то либо в правительстве, либо в регионах сказали, не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным. Врачи наши и медики считают это целесообразным. Президент правительства поддерживает, А кто-то говорит, а мы не считаем несредообразным, идите подальше. Демократия – это власть народа, это правильно. Но если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти, обличённые доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны. Ну а что там? Вот президент говорит, надо сделать так-то, так-то, так-то. А на местах губернатора говорят, да пошёл подальше. Член Демократической партии от штата Миннесота, депутат Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар, подчеркнув, что полиция Миннеаполиса является неисправимой, поддержала требования протестующих о распуске полицейского управления этого города. Ильхан Омар в беседе СНН поддержала требования протестующих о распуске полицейского управления Миннеаполиса и сказала, что невозможно исправить управление, в котором пустило корни коррупции. Конгрессмен Мусульман Капалаты представителей США продолжение своей речи, подчеркнув необходимость изменения нынешней инфраструктуры полицейского управления Миннеаполиса, добавило, что нельзя ожидать другого процесса, если инфраструктура остаётся старой. Городской совет Миннеаполиса в пятницу 12 июня единогласно проголосовал за новый образец безопасности города. На реализацию проекта потребуется год, который охватит также восстановление полицейской структуры Миннеаполиса. Продолжение следует... Группа консервативных законодателей Палати общин Великобритании разработала законопроект о наказании участников акции протеста против расизма за уничтожение памятников и статуй. Британские парламентарии вслед за расширением акции протеста против расизма в стране предложили новый проект, согласно которому протестующим, которые сносят памятники, грозит до 10 лет тюремного заключения. Проект судебного преследования виновных в сносе памятников был ранее представлен британским правительством. Переговоры по этому вопросу начались после того, как 125 депутатов-консерваторов британского парламента поддержали правительственный план по борьбе с разрушением военных мемориалов, любое неуважение которым считается незаконным. Проект был разработан после того, как статуя бывшего премьера-министра Уинстона Черчилля в Лондоне была разрисована лозунгами против расизма. По мере распространения демонстрации против расизма протестующие в Соединенных Штатах и Великобритании разрушили несколько статуй и памятников, в основном памятников сторонникам расизма и рабства. Местная речка Бристоля стала новым домом для статуи Эдварда Колстона после того, как она была снята и сброшена в реку участниками акции протеста против расизма в воскресенье. В отличие от десятков тысяч порабощенных африканцев, вывезенных в Англию много лет назад, статуе Колстона предстояло значительно меньшее путешествие, когда она была перенесена в свою новую водянистую могилу. На фоне дней глобальных протестов, вызванных убийством Флойда в Соединенных Штатах, удаление статуи Колстона вызвало изумительный комментарий британского министра внутренних дел Брити Паттеля. Это абсолютно неогласный акт. И это говорит о вандализме, как мы видели вчера в Лондоне. Но вандализм и бездорожность абсолютно неогласны. И это право, что полиция следует на это и уверена, что правительство будет подняться с тех, которые responsables за такими бездорожным и правительством. Участники антироссийской кампании говорили о боли, которую вызывал памятник Колстону как горькая ода городу Бристолю и более широкой общественности на протяжении более 120 лет, напоминая о том, что отношения Британии с империей колониализмом и современным расизмом все еще сложны и зачастую болезненны. В то время как последний раунд демонстрации был вызван смертью 46-летнего темнокожего мужчины за 4000 миль, общие на этнических меньшинств Британии могут составить собственный список тех, кто умер после контакта с британскими областями и прочих системных проблем, лежащих в основе неравенства. Снятие статуи Эдварда Колстона в Брестоле вызвало опасения, что памятник бывшему премьер-министру Черчиллю может столкнуться с аналогичной судьбой после того, как некоторые жители отметили его как символ белого превосходства и расизма. Ультраправые фигуры обещали защитить статуи своей жизнью, подчеркивая силу своих эмоций и пропасть, которая все еще существует между противостоящими лагерями. Фурор окружающей граффити, которым был покрыт памятник Черчиллю, дает небольшое представление о сложных отношениях, с которыми Британия до сих пор сталкивается в своем колониальном наследии. Некоторые критики утверждают, что только до сих пор, пока это наследие не будет детально рассмотрено, реальная надежда на подлинное исцеление и понимание не появится. Антироссийские протесты жителей Франции в столице страны Парижа превратились в антисианинские демонстрации. Французы воскресенье в Париже в ходе панихиды по Джорджу Флойду, чернокожему гражданину США, убитому белым офицером полиции этой страны, а также протестуя против смерти Адама Траура, темнокожего француза, который скончался от рук страж полиции в 2016 году, скандировали антиизраильские лозунги. Французские протестующие также одели одежду, на которой было написано «Израиль – лаборатория полицейского насилия». Вот уже почти 20 лет американские полицейские изучают насильственные бесчеловечные методы подавления протестующих у израильских сил. Французский народ также последние дни выступил с протестами против полицейского насилия в отношении чернокожих жителей Франции, а также французов арабского происхождения. Протесты жителей Франции против расизма проходят одновременно с общенациональными протестами в Соединенных Штатах Америки. Премьер-министр сионистского режима Израиля Бениамин Нетаньяху сообщил, что начались строительные работы по созданию на оккупированной сирийской территории Голландские высоты сионистского квартала в честь Дональда Трампа, который будет носить его имя. Бениамин Нетаньяху, выступая в воскресенье на заседании правительства сионистского режима, сказал, что в знак благодарности президенту Америки признать господство Израиля над оккупированными сирийскими голландскими высотами, на этих территориях будет построен сионистский квартал Дональд Трамп. Новый проект создания сионистского квартала Трамп будет реализован в 7 километрах от границы сирийских голландских высот и 25 километрах от границ Аливана. Голландские высоты – это часть сирийской территории, которую сионистский режим оккупировал в 1967 году. Это примерно 1200 квадратных километров, которые Тель-Авив аннексировал к ранее оккупированной землям Палестины. Все страны мира, за исключением Соединенных Штатов Америки, признают голландские высоты оккупированной территории. В настоящее время на голландских высотах проживает 20 тысяч сирийских граждан. Режим Израиля, в свою очередь, за время оккупации голландских высот построил 30 сионистских кварталов, где разместил более 20 тысяч сионистов. Обладая огромными водными запасами, голландские высоты имеют стратегическое значение для режима Израиля. Делегации ливанской хизбуллы и исламского джихада Палестины подчеркнули необходимость продолжения джихада и сопротивления до освобождения Куца. На встрече делегации ливанской хизбуллы с лидерами палестинского движения «Исламский джихад» в районе Тир на юге Ливана представитель фракции хизбуллы в ливанском парламенте Хасан Изадин сказал, что хизбулла полна решимости продолжать сопротивление до полного освобождения Палестины. Член палестинского движения «Исламский джихад» Абуса Мирмуса, выразив соболезнования в связи со смертью бывшего генерального секретаря этого движения Рамадана Абдуллы, сказал, что мышление Рамадана Абдуллы не ограничивалось Палестиной. Он мечтал об освобождении всего человечества от иго мирового империализма. Делегация хизбуллы и «Исламский джихад» также обсудили попытки нормализации отношений с сионинским режимом и призвали противостоять американо-израильскому проекту в регионе всеми средствами до полной нейтрализации всех заговоров. Это были новости. В эфире видеостриминг гостерадио Исламской Республики Иран. Парстудей в Тегеране 16 часов и 51 минута. И сейчас мы вам расскажем о городе Шуштер. В юго-западной части Ирана на землях провинции Хозистан расположен город Шуштер, поблизости от которого проходит древняя растительная система. В 2009 году эта система вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО, считая, что первоначальные сведения о городе обнаружили на древних табличках, найденных в Персеполе. Гидравлические сооружения Шуштер. Город Шуштер, расположенный в провинции Хозистан, считается одним из древнейших городов Ирана и на протяжении веков привлекла к себе внимание своими огромными водными ресурсами и плодородной почвой. Известны и водяные мельницы города Шуштера. История о растительной системе Шуштера восходит в двухтысячелетней давности, к эпохе сасанидов. В те времена Шуштер считался одним из крупнейших и наиболее важных городов зоны реки Корон. Персетские инженеры построили комплекс гидравлических сооружений, чтобы оптимально использовать гидроэнергию, производимую рекой Корон. В этой системе вода, скопившаяся за мостом на плотине Банды Гаргар, перенаправляется на водные мельницы. КОНЕЦ Мост Банды Гаргар поднимает уровень воды в реке Корон и направляет воду в каналы, вырытые в скалах. Инженеры также создали специальные пути для возвращения воды из канала к ее главному источнику, то есть реке Корон. Искусственные водопады являются одними из важнейших туристических достопримечательностей округа Шуштер. В далеком прошлом Шуштер считался летней столицей Ирана. Каждый год многие туристы приезжают в этот город, чтобы наслаждаться захватывающими пейзажами и уникальной технологией этой оросительной системы. В 2009 году оросительная система Шуштера вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта историческая структура состоит из трех основных частей – северной, восточной и западной, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нескольких небольших частей. Гидравлическое сооружение Шуштера состоит из небольших ручьев и рек, красивых водопадов, мостов и многочисленных каналов. Гидравлическое сооружение Шуштера состоит из небольших ручьев и рек, красивых водопадов, мостов и многочисленных каналов. Гидроэнергетическое сооружение Шуштера считается одним из самых потрясающих и любимых достижений древности. Отверстия этой конструкции спроектированы таким образом, что определенный объем воды систематически поступает на гребневые колеса-мельниц. Гребневые колеса, размещенные на мельницах-дорогах, увеличивают давление воды, поступающей на мельницу, за счет ускорения потока воды. Основным пользованием гидравлического сооружения Шуштера было орошение сельскохозяйственных угодий, поэтому сельское хозяйство и сельскохозяйственное производство в Шуштере просветали всегда. В прошлом в этом округе использовали около 40 водяных мельниц, но многие из них были разрушены за эти годы, и сегодня осталось лишь ограниченное их число. В эфире видеостриминг Русской службы Госрадио Исламской Республики Иран Апарс Тодей. Наш эфир подходит к концу. Видеоплатформа Русской службы Апарс Тодей включает в себя информационный контент на различные темы. Прежде всего, это новости и материалы политического содержания, а также мы рассказываем о культурных, исторических и религиозных темах, которые мы размещаем в многоформатном виде, в частности, на нашем канале в Телеграмм собачка.parstoday.russian. По этому же адресу вы можете посетить нашу страницу в Инстаграм и группу во ВКонтакте. Запишите наш телефон в WhatsApp для связи с нами плюс 98 903 50 65 508 Адрес нашего сайта parstoday.com касай черта.ru Я желаю вам всего доброго, хорошего дня и дохранит вас всемилостивый Аллах! Субтитры создавал DimaTorzok